СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 СУД БОЖИЙ, ГДЕ ПО СОВЕРШЁНЫМ ДЕЛАМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЖИЗНИ, ПО ДОБРЫМ ДЕЛАМ, ПО ЗЛЫМ ДЕЛАМ, ОНА ПОЛУЧАЕТ ДОСТОЙНОЕ ВОЗДАЯНИЕ. И С ЭТИМ БАГАЖОМ НАЖИТОГО ДОБРОГО ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ СУЩЕСТВУВАНИЕ ВЕЧНОСТИ. ВЕЧНОСТИ, ТО ЕСТЬ МЫ НЕ УМИРАЕМ, СМЕРТЬ ПОБЕЖДЕНА ИДЕЯ САМОГО, ВСЕГО ХРИСТИАНСТВУ В ТОМ, ЧТО ХРИСТОС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ, И ЧЕЛОВЕК БОЛЕ НЕ УМИРАЕТ, НО ЖИВЕТ ВЕЧНО. ПОНЯТНО. ИСЛАМ ХАДЖИ. ДУМУЮ, КАК НАЧАТЬ С ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА, С ПЕРОГО СЛОВА. ВЕЧНОСТИ, ТОМ, ЧТО-НИБУДЬ ИС КАРАНА? ПОДОЖДИТЕ, ДЛЯ НАЧАЛА МОЖЕТ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ВКРАДЦЕ И ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЭТОМ. С ТОЧКИ ЗВЕНИЯ ШАРИАТА, СМЕРТЬ, ЧТО? ЭТО ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГО И СЕРДСЯ. ТО ЕСТЬ, КОНСТАНТАЦИЯ ОСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТИХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ, ТО ВСЁ. ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕРЬ. ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕРЬ ПРЕЗОШЛА, ТАК. ДАЛЕЕ УЖЕ ЛУЧШЕ НАС МОГОТ ОССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ПАТОЛОГОАНАТОМЫ. ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕ МОГОТ ОССКАЗАТЬ. А МЫ КАК СВЯЩЕННОСУЖИТЕЛИ СКАЖЕМ ТАК. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАБЛЮДАЯ ЗА СМЕНЫ ДНЯ И НОЧИ, НАБЛЮДАЯ ЗА СМЕНЫ ВРЕМЕН ГОДА, ПОНИМАЮТ, ЧТО ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ. ИЛИ НАОБОРОТ, ВСЁ ВЕЧНО. НЕТ, ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ. ДЕНЬ КОНЧАЕТСЯ, НОЧЬ ПРИХОДИТ. НОЧЬ КОНЧАЕТСЯ, ДЕНЬ ПРИХОДИТ. ДЕНЬ-ТО КОНЧИЛСЯ. Всевышний ГОВОРИТ В КУРАНЕ, ОБРАЧАЯСЬ К ВЕРУЮЩИМ СААИЗА БЛЛЯГИМ, КУЛЬМАН АЛАЙХА ФААН. ЧТО ОЗНАЧАЕТ? ВСЁ СОЗДАННОЕ СМЕРТНО, КРОМИ ГОСПОДА. В следующем аяте он говорит, ВЕЧНО ЛИШЬ ГОСПОДЬ ВАШ, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЕЛИЧИЕМ И ВЕЛИКОДУШИЕМ. И в других аятах ведь Всевышний в Куране 164 раза упоминает о смерти и подвигает каждого верующего человека вспоминать ее. Вспоминать или помнить? Вспоминать. Вспоминать ее. Это поминание именно такое. Помнить мы можем... Да, мы помним, и это нас никак не будоражит. А вспоминая, происходит не некий толчок мысленный, эмоциональный, духовный к богослужению. Как люди пришли к вере? То, что изначально было Всевышним заложено как фитра, как естественная вера человека, должна была раскрыться. И человек богоискательством занимался, занимался. И один из очень сильных эмоциональных толчков был, что люди начали наблюдать смерть своих соплеменников, своих близких и самого себя. Я же думаю, не вечный. А куда я пойду? Кому я вернусь? С чем я вернусь? Вот я всю жизнь что-то делал, чем-то занимался, у меня осталось имущество, потомки остались. Всевышний ему говорит, Айзабиллахим, Коль на всем даю коты маут. Каждая душа вкусит из чаши смерти. То есть ни один не избежит. Обязательно. Дальше что? А это следующая часть нашего рассказа. То есть, переводя все на простой язык, то есть, ислам не подтверждает наличие существования вечной все-таки жизни? Жизнь души вечная. Жизнь души вечная. Да. То есть, как бы, внешняя оболочка, то, во что наш душу облег, так сказать, Всевышний, вот об этом говорится, что это все конечно. Да. Вот все мирское созданное умирает. И только вот наша душа имеет вечность. И после этой жизни всем будет, естественно, экзамен. То есть, человек будет отвечать за свои деяния в этой жизни, за свои поступки, за свои слова, за отношения, за хорошее, за плохое, за все будет отвечать. Ну, это давайте как бы дальше сейчас, да? Я сказал, это дальше уже. Да, 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 пообсуждаем. Но факт, что человек... Отец Васильевич хотели что-то добавить, да? Да. Ну, Ислам Хаджи затронул такую очень интересную тему о смертной памяти или памяти во смерти. Да, да. Действительно, в православии это понимание, оно раскрыто очень многими святыми отцами. Вот. И есть такое яркое выражение святых отцов, которое приходит на память. «Помни о смерти и вовек не согрешишь». То есть, смысл православного понимания памяти смерти заключается в том, что каждый человек должен помнить о том, что главная цель его жизни находится вне его жизни, в том моменте, когда он предстанет перед Богом, в той вечной жизни, которая по-настоящему подлинная по сравнению с временной и достаточно быстротечной жизнью земной. И для, получается, православного христианина это очевидный факт, и поэтому, понимая, что ты предстанешь перед Богом, понимая, с каким ответом ты придёшь к Богу, память о смерти крайне благотворно влияет на нравственное состояние человека. Чем можно даже выразиться так, что по общераспространённой тенденции, чем человек дальше отстоит от религиозного осознания своей жизни, чем он реже ищет Бога в своей жизни, тем тема смерти и кончины его земной жизни для него неприятнее, для него как-то сакрально закрыта, она как-то далека от него, он старается её всячески не касаться. И наоборот, для того человека, который Бога в своей жизни старается искать, который религиозен, для него тема смерти не является чем-то табуированным, наоборот, даже зачастую это является каким-то благим, благой мыслью, которая подвигает его к добрым делам. Я могу вспомнить подвиг знаменитого, не подвиг, а практику знаменитого подвижника русской церкви, преподобного Сергия Радонежского, который для того, чтобы спать, попросил тебя сделать гроб. И спать он ложился в гроб, чтобы каждый раз, когда он в конце дня ложится в гроб, он осознаёт, что вот вполне возможно, что ты ложишься и ложишься в последний раз. И вот так ты дашь ответ перед Богом. Ну, я так понимаю, что я, собственно говоря, как мусульманин с детства помню, что мне родители говорили, что ты помнишь, что ты ложишься спать и утром можешь не проснуться, потому что фактически где-то сон приравнивается к временной смерти в исламе. Только Всевышний утром возвращает душу на место. Да. А, то есть душа покидает. Да, душа покидает. В исламе на время. А, кстати, да, ещё хочу уточнить. Душа каждого человека, она индивидуальна, вот она туда ушла в вечности, она никогда не возвращается уже. Как вы себе представляете ксерокс для душ? Ну, вот я хотел пояснить. Нет. Но это, почему вопрос-то задаётся, значит, уважаемый наш святой отец и, значит, ты, Руслав Хаджи, почему вопрос-то такой задаётся? Потому что, вы знаете, что есть популярные такие там мировоззрения, типа… Возвращается… Возвращается… Душа двенадцать раз возвращается. Реинкарнация. Очередная реинкарнация, там где-то говорят, что ты там сегодня в человеческом образе вернулся, завтра там в образе муравья там вернёшься и так далее. И каждый раз тебе дают шанс там… Или якобы там люди начинают свидетельствовать о том, что они уже были в этом месте, уже это видели, потому что… Ну да, да. И объясняется это тем, что вот душа она другого… Здесь, наверное, душа людей, которым нравится эта тематика, буддистская, по-моему, индуистская, отсюда вообще. В общем, оттуда. Они понимают, что с ихними грехами, наверное, в раю уголка-то не будет. Даже в Коране есть аят, значит, где грешники, отрицающие дверь в Бога, просят Всевышнего в судный день, господи, хоть бы ты оставил нас землёй. Угу. То есть они увидели муки ада своими глазами, увидели, да. И знают, что ведь человек был создан из земли, и они просят, лучше бы мы вообще людьми никогда не были. нежели вообще. Даже одной секунды бы нежели, чтобы не попасть за свои преступления, прегрешения и отрицание веры в Бога в это пекло, в это страшное. Ну, поэтому я так понимаю, Володя, так сказать, вопрос задавал. Но это как бы традиция ислама и православия точно так же? Для православия душа и является носителем индивидуальности человека. И то, что душа живёт вечно для православия, является свидетельством того, что вся индивидуальность человека живёт вечно. То есть не может быть такого, что ты потом умер, и дальше начнётся что-то, что ты можешь исправить в своей жизни. Вот всё, что какую-то индивидуальность, какую-то личность создал перед Богом со всеми её добродетелями и грехами, с таким ты будешь вечно жить вечно. И дальше уже речь пойдёт о том, сможет ли ты с таким багажом жить рядом с Богом, или ты останешься вместе с этими грехами, что для человека куда более страшно. И, собственно говоря, есть одно из проявлений ада. То есть место, где нет Бога, место богооставленности только один на один со своими грехами. То есть каждое мгновение, каждую минуту человек делает свою жизнь сам, да? И возврата уже назад. Ну, если говорить о возврате, то есть мы можем говорить о возврате, что мы можем в нашей жизни принести покаяние за наши грехи. Да, то есть пока мы живём, мы можем много исправить в нашей жизни. Но когда мы умираем, то сами мы исправить уже ничего не можем. Хотя есть одно важное уточнение. Церковь, безусловно, говорит о том, что и свидетельствует о том, что Господь принимает молитвы тех людей, которые знали тебя и вообще людей, которые живут за тебя, молятся, чтобы по молитвам тех людей, услышав, проявить своё милосердие и простить тебе грехи, в которых ты не смог покаяться в своей земной жизни. Но молиться о тебе будут люди, которым ты хоть что-то в этой жизни хорошее сделал, да? То есть это молитва уже по усопшему, да? Ну да. То есть в этом есть смысл, основание молитвы за усопшему. То есть это как раз можно сказать, если с точки зрения человека светского, что это как раз даёт объективность приговора Бога там в отношении тебя, да? Что если вдруг нашёлся человек, который что-то хорошее о тебе может сказать и попросить Всевышнего, значит, простить тебе какие-то грехи, может облегчить твою участь. Это с точки зрения богословия очень, очень немножко прощение. Я приножу, приножу прощение, да. Звучит, потому что объективность приговора Богу, по-моему, никто не выносит более объективно. Замечательные пошли выражения. Ну и слава, это же нечто подобное есть на славе? Насчёт приговора есть, конечно. Есть, насчёт и адвокатов тоже есть. Шафаат называется заступничество. Здесь коллега отец Василий не успел сказать вам, что вот эти, эта помощь оставшаяся жить возможно только тому, кто жил или хотя бы умер с верой в Бога. Если человек умер без веры в Бога, ему ничего не поможет. Вот прямо вот так вот совсем никаких шансов. Никаких. Хоть там миллионы за него молись. А вы допускаете, что вообще хорошие поступки может совершать человек без веры в Бога? Значит, замечательный опять вопрос. Я его часто проговариваю, на каждом похоронах людям говорю. Готовьтесь к смерти до того, как она будет вам не способна. Да. Как готовиться, спрашивают люди. Собирайте рюкзак благих дел. А благие дела делаются только на основе вашей веры. И только во имя, да? Потому что вы их устремляете к довольству Бога. Вы не можете устремлять их к довольству людей. Потому что они такие же смертные. И они себе даже не могут помочь. Они себе даже не могут отсрочить. И даже самому пророку Мухаммаду, лучшему из творений своих, Аллах говорит, инна ка маитун ва инна ка маитун. Поясни, ты, о Мухаммад, смертен, как смертные и другие люди. Даже его, Аллах, не оставил на этой земле жить вечно. Так мы тоже все умрем уже. И мы можем только прерисовываться. Спасибо за вывод. Володя понимает что-то. Вот когда у вас вера есть во Всевышнего, так и вы занимаетесь, вы хотя бы мизинцем пошевелите для веры, для того, чтобы люди узнали о вере в Бога. Чтобы вы хоть чем-то поможете им в этом, в частности вот этой передачи. Вот эта передача будет, мы все встретимся в судный день, и мы скажем за вас доброе слово. Вот у вас уже как минимум три есть. Так что у тебя шанс есть, Володя. Есть. Можно я просто скажу? Уже не так грустно. Ну, сейчас скажите, отец Василий, поэтому, видимо, и есть такие наши простые людские выражения, да? Спаси Бог, спаси Господи, да? За пкан и благо. И, соответственно, да будет доволен тобой Аллах, да? Ислам Хаджи. Да. Как это звучит у нас? То есть пусть будет, Аллах будет доволен вами. Да. То есть... Аналог, спасибо. Спасибо Бог, спасибо. Абсолютно, да. Спасибо Бог, спасибо. Поэтому, соответственно... Аллах разоболсон по-нашему, Аллах разоболсон по-татарски, так сказать, почти одно и то же, да. Можно сделать маленькое уточнение. Дело в том, что вот у православной церкви, у традиции православной церкви и ее воззрения есть, а с одной стороны, конечно, схожее мнение с тем, что высказал Ислам Хаджи, но есть и существенное все-таки отличие. Дело в том, что, с одной стороны, для посмертной участи человека, конечно, одно из важнейшее решающее значение имеет факт его принадлежности к православной церкви. То есть, Христос сам говорит, не может войти в Царство Небесное тот, кто не родится от воды и духа, то есть, не будет крещен, не будет членом православной церкви. То есть, церковь не может молиться за тех, кто не крещен, не принадлежит к церкви. Но при этом еще апостолу Павлу задавали вопрос о том, как же будет Господь судить тех людей, кто не знал о православной церкви. Ведь таких людей в мире очень немало. И, допустим, какой-нибудь бедняк, бедный пацан, который родился в какой-нибудь индуистском квартале, который никогда даже не слышал о православии. Или где-нибудь в Якутии, в какой-нибудь деревне. И апостол Павел говорит, что Бог будет судить по закону их совести. То есть, по тому, как они жили по своей совести. Опять то, что в душе. То есть, с одной стороны, это говорится о тех людях, которые не знали истины Христовой и не могли физически узнать. И это опять подразумевает очень важную вещь. Самое объективное осуждение о человеке, нелицеприятный суд, может вынести только Бог. Так как мы говорим о формальной принадлежности. Да. То есть, о видимых признаках принадлежности человека. А Бог судит непосредственно по лицу души человека, по всем его делам. Причем не просто делам, а мотивам, по которым эти дела были совершены. Вот. И здесь церковь никогда поэтому не может говорить о том, что тот или иной человек, даже не крещеный, не будет полностью лишен какого-либо благоволения Божия или полностью не будет спасен. Да, она говорит, что подлинное спасение возможно только в православной церкви и только в крещении. Но как Господь отнесется к доброму человеку, который не имел возможности креститься, но честно жил по закону своей совести, мы не знаем. Но церковь верит, что Господь проявит милосердие. А если имел возможность креститься, но все равно честно жил по своей совести? Но все равно честно жил, как интересно. Опять же, Кипанин, мы не знаем, да? Вот тут как раз очень много вопросов в этой сфере, но она очень сложная. Давайте мы туда пока не будем далеко уходить. Остановимся на том, что монотеистические религии, они сходны в этом отношении, что сердце человека знает только Господь и по нему и будет судить. А дела создает Он. И ответственность наша за выбор наш. И, соответственно, у нас тогда получается так, что мы, так сказать, должны помнить. Помнить мы должны не потому, что мы умрем, а потому, что мы предстанем. Да? Потому что мы будем жить вечно. Да, потому что как раз мы будем жить вечно. И поэтому мы должны об этом помнить. И поэтому, как вы сказали, что нужно раньше, вот только что... Багаж собирать добрых дел. Да, мы должны подумать обо всех этих вещах. Ну, боюсь ошибиться, что-то типа умереть раньше, чем ты перейдешь... Очень хорошо сказал же посланник Аллаха Мухаммад, мир ему. Чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий. Чаще вспоминайте. И вот даже спросили, а какой человек имеет шанс спастись? От могильных мук. Да. А ведь могильные муки, они будут не только в самой могиле. Они достигнут человека, где бы он ни был после своей смерти. Ведь бывает и умирают в море, взрываются. Да, да, да. И так далее, и так далее. Разные варианты есть. Так вот, где душа человека, там и могильные муки его. Как готовиться? Вот мы об этом все и говорим. И Всевышний говорит, никто кроме меня, никто кроме меня не знает место и время вашей смерти. То есть в какой земле вы умрете. И это так. Никто же не знает. Готовиться можно, но надо думать о себе. Вот спросите, а как человек умирает? Что происходит? Есть ангел специально, который создан Всевышним. Ему поставлены задачи, вот твоя задача, ангел Азраил, Аллах говорит ему, забирать души умерших во время смерти. То есть когда человеку наступил адель момент смерти, ангел подходит к этому человеку и забирает душу, вынимает из тела, как из бутылки или что-то, вынимает через одно из отверстий в голове. Выходить начинает с пятки правой ноги. Известно, что пятка правой ноги, вообще правая нога раньше слабеет. Поэтому у нас даже одно из обоснований, почему надо войти в мечеть с правой, а в туалет с левой. Если человек в этот момент умирает, правая нога слабеет, в мечеть, если идет он с правой, туда упадет, в мечеть. А в туалет не упадет. Тоже как одна из милостей, из мудростей такая. А это прописано прямо в священных текстах? Это прописано, да. Это свидетельство от пророка Мохаммада. Ему вот такие рассказы о том, что же происходит. Потому что сподвижники рисовались, каждый знал о смерти, каждый верил. Они очень много вспоминали. Так вот, вспоминайте, говорит, о смерти 20 раз в день. 20 раз. Вот не меньше 20 раз в день, если будете вспоминать, говорит, вы спасетесь от могильных мучений. Ну хорошо. Нам пора сейчас паузу небольшую сделать. Уже? Уже. Реклама и скоро продолжим. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища и Нурислам Хаджи Касимов имам мечети нашего города. Видимо, мы сейчас к обрядовой стороне перейдем. Да, потому что есть большая разница в том, как провожают мусульмане, как провожают православные, значит, людей в мир вечности, скажем так. И очень часто многие не понимают отдельных вещей, соседи, друзья. У нас ведь люди дружат не по религиозному принципу и не по национальному. У каждого есть друзья православные, мусульмане и так далее, и так далее. И очень часто возникают вопросы там. И поэтому давайте попробуем объяснить, из чего исходит ислам, из чего исходит православие, когда провожает мир вечности человека, который умер, то есть который ушел из этой жизни в мир вечности. Потому что вы сейчас сами расскажете, с чего это начинается. Где-то отпеваний есть, где-то отпеваний нет. Где-то хоронят в гробу, где-то хоронят, значит, как правило, без гроба, допускается. Ну и так далее, и так далее. И, наверное, в каждом из этих случаев есть смысл, почему именно так делается. Отец Василий, включайтесь, у нас 10 минут остается. Хорошо. Видимо, мне дали слово первому, потому что сейчас во многом, конечно же, традиции в православной церкви и чинопоследования, которые связаны с отпеванием, они не столь, наверное, широки, не столь объемны, как у мусульманства. Но, тем не менее, они тоже есть, и они очень значимы для христиан. Прежде всего, самым главным в отношении усопшего является осознание уважения к нему, к его телу. И молитва за его бессмертную душу. И поэтому, с одной стороны, усопшего готовят, омывают, одевают в чистую одежду. Чаще всего одевают в ту одежду, которая была для него символом его служения. То есть, допустим, священников в священническом облачении хоронят, военных в воинском мундире хоронят и так далее. То есть, православие не говори, что специальная нужна одежда для проводов в последний путь. Не нужно идти новый костюм покупать и так далее. Православие предполагает, что нужно просто чистую одежду, чистую и такую, чтобы этот человек выглядел опрятно и приятно в гробу. Потому что, во-первых, это уважение, безусловно, к покойному. А во-вторых, с другой стороны, мы говорим о том, что человек придет перед Богом. И предстанет перед Богом, и он должен быть чист как внешне, так и внутренне своей душой. И, собственно говоря, затем главная молитва над усопшим совершается в храме, когда перед погребением усопшего родственники привозят в храм. И там совершается чин отпевания, на котором родственники молятся о душе усопшего, дабы Господь простил его вольные и невольные грехи и принял его душу. И после этого уже едут на кладбище и хоронят. Вот этот чин отпевания – это один из ключевых моментов, потому что помимо молитвенных песнопений о прощении его грехов, на нем читается еще отдельная, так называемая, разрешительная молитва, которая читается только один раз, где Господа просят о разрешении того времени греховного, которым человек себя связал во время жизни. Причем, конечно же, в разных случаях чинопоследование этого отпевания бывает разное. Оно отдельное для мирян, отдельное для священников, отдельное для епископов, а также еще отдельные чины отпевания есть для пасхального времени, потому что Пасха – это время радости, и Церковь отмечает, что люди, умершие на Пасху, там даже в пасхальном отпевании, есть элементы такого радостного восприятия происшедшего события. И также чин отпевания младенческого, потому что если человек умирает в младенчестве, как это ни печально звучит, но, тем не менее, Церковь, как ни странно, относится к этому достаточно, ну, скажем так, спокойно. В позитивном смысле, что этот человек попадет однозначно в рай. Да, потому что даже в этом чине младенческого отпевания есть последние слова. «И отходим за все славя Бога». То есть Церковь говорит, что Господь принимает чистую, не обремененную грехами младенческую душу. А какая главная молитва? Главная молитва, которая совершается на отпевании... Вот во время отпевания, да. Она называется разрешительной молитвой. Разрешительной молитвой, да. Мы сейчас говорим только о людях, которые крещеные. Крещеные, безусловно, да. То есть отпевание — это элемент церковного чина, может совершаться только над членами церкви. То есть не могут быть отпеты люди неокрещеные, и не могут быть отпеты, как вы знаете, самоубийцы. То есть люди, самовольно лишившие себя жизни, и таким образом пошедшие напрямую против воли Божьей. Ну и для них делаются, опять же, исключения. Как вы знаете, там речь не идет о том, что если человек случайно падает с моста, или случайно как-то, как несчастный случай, то есть это не считается самоубийством. И также смягчается это правило для людей, душевно нездоровых, то есть психически больных, которые в психическом своем заболевании, не осознавая последствий своего преступления, лишают себя жизни. Тогда в этом случае отпевание тоже, но, опять же, только по разрушению архиереи епископа может быть совершено. Понятно. А уже потом, завершу этот небольшой спич, уже потом, после отпевания, уже могут совершаться многочисленные, уже неоднократные заупокойные богослужения, то есть упоминальные богослужения, такие панихиды, лития, которые уже приурочены к тем или иным памятным дням. Но отпевание совершается один раз. Ну и ислам хаджи. Очень интересно. Перекликается с нашими, с мусульманскими. Шесть минут у нас остается. Очень много времени. Просим укладываться. Так. Человек умирает. Человек умирает, к нему приходят близкие, которые приятны ему, и начинают напоминать ему о вере к его. То есть они повторяют ненавязчиво. Илья, 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 Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Они стоят или сидят вокруг. Рядом стоят или сидят. Так, чтобы не навязывать ему. Если он подтверждает каким-то, повторяет ли вслух, или даже просто моргнет согласие, уже это хороший признак для него, хороший признак того, что он умирает в вере. Либо он умирает внезапно, но близкие знают, что он себя идентифицировал как мусульманин. После этого близкие приходят, собираются либо сами, либо мулу приглашают. И начинается вся процедура эта. Естественно, только к верующим мусульманам относятся все обряды. А все обряды связаны с молитвой, которой участвует покойный человек. Последняя молитва – джаназа, намаз. То есть его умывают. Омывают очень тщательно. Не остается ни одного кусочка тела, части тела, которая не была бы омыта. Моется льющейся водой. Полностью все тело – от макушки до пяток, между пальцей. Даже омываются полосы рта, ноздри. Все полностью. Человек после мытья на него смотрит, как будто спит. То есть грязь земная и грехи частью смыты этим. Затем покойный заворачивается в кафон. Кафон – это саван по-русски еще. Три слоя одежды у мужчин, пять у женщин. Пять частей кафона. Новые чистые белые одежды. И вот он весь приготовленный. Располагается перед имамом. Ложится головой на запад ногами на восток. Перед ним имам встает. И читается за ним близкие, кто его знал. Ведь сотворение этой молитвы является фардуль кифая, то есть коллективной обязанностью для общины мусульман. Хотя бы кто-нибудь должен ее исполнить. Обязательно. Иначе грешными будут все мусульмане этой общины. И производится эта молитва, которая является как дуа, просьба, обращение к Всевышнему. О прощении грехов покойного. Об облегчении ему мучений могилы. Об облегчении ему ответственность в судный день. О хорошем месте в раю. Вот. И даже там по арабке говорится, но в переводе будет так. О, Всевышний. Если этот человек был грешный, то прости ему грехи. А если человек был перед тобой чистый, то быстрее приближь его к краю. После этого происходит захоронение в могилу. Есть два вида могилы. То есть лягот – это ниша в сторону Мекки. Или шаккун – это углубление по центру. Туда ложится, закрывается. И как будто в комнате такой. А от чего зависит? Кого в могилу одного типа? Кого в другого? Только от состояния земли зависит. Бывает, у нас разрешается и в гробу хоронять. В случае, когда тело человека, например, было взорвано, собрали по кускам. Или сгнило так сильно, что уже мыть невозможно. Или еще что-то. Или заразная болезнь, в которой микробы выйдут, навертят живым людям. Или состояние могилы. Могила осыпается, не держится. Болото какое-нибудь. Болото, то есть вода стоит. Или на крови обрыва. Вот предисловик в гробу даже необходимо хоронять. По мусульманскому обычаю. Закопали. И после этого имам делает толкын. Толкын – это совет душе его покойной. Ведь по преданию пророка Мухаммада, мир ему. Мы знаем, что умершие в своих могилах в радиусе 40 шагов слышат все, что делается на земле. И они слышат лучше даже, чем вы меня слушаете. Имам делает толкын совет покойному, что ему отвечать на вопросы ангелов. Два ангела Мункар и Накир приходят в могилу каждого. Без разницы вера, без разницы национальность, без разницы страна приходят каждому. И спрашивают о вере в Бога, пророка, посланника Божьего, в Священном Писании и в какой он религии был. Человек, который отвечает правильно, то есть верующий, он же не боится, он отвечает. Он приготовился к смерти. И ангел ему говорит, этот человек знает, уходят довольные. И его могила освещается, расширяется на 70 локтей вправо, влево. Он как жених, который может разбудить только его любимая жена. И ему раз в неделю показывается его место в раю, а который не верил в Бога. И стенки могилы сжимаются, съезжаются одну на другую так, что даже ребра друг на друга наезжают. Темно, страшно. И ему раз в неделю показывается место в аду, и это уже мучение будет могильное. И когда человек будет жить в этой могиле, его душа, тело же растворится, тело исчезнет. Поэтому так важно в земле похоронить, а не в гробу. И люди, которые живые, они совершают уже такие же заупокойные молитвы. У нас 3-й, 7-й, 40-й день годовщины. У православа 3-й, 9-й, да? 9-й, 40-й, 3-й, 9-й, 40-й. Вот такие же молитвы совершают, беспокоясь о душе близкого родственника, покойного, читают священные писания, раздают пожертвования, угощают людей, угощают близких, собираются. То есть обряды эти общечеловеческие, для чего они? За каждое хорошее дело получаются награды. И они собирают эти награды и посвящают их душе умершего. Потому что сам себе он ничем не может помочь, а мы ему можем. То есть эти поминки, которые совершаются в честь умершего и в православии точно так же, да? Не совсем так. Ну, насколько я знаю, там все-таки православие не очень приветствует, потому что это отсылка к язычеству, к тризне, да? Это, значит, добрые дела в отношении других людей, которые посвящаются... То есть мы накормили там людей, и это, значит, сегодняшний... У нас на поминках греха не присутствует. Давайте отцу Василию дадим еще буквально минутку пояснить, и пора нам уже завершать. Дело в том, что поминки действительно тоже есть в православии, и это правда. Но православие очень четко различает поминки, которые устраиваются по усопшему, это то, что нужно людям, его родственникам для их утешения. То есть это людям нам нужно. Усопшему, грубо говоря, поминки принципиально не важны. Потому что, ну, в том числе, когда там люди собираются, совместно едят, вот. Более того, есть даже различный набор таких околоправославных суеверий, которые связаны со смертью, которые вот-то возникали. Ну, например, я не знаю, там, ставят под гроб емкость с водой, моют эти полы, чтобы душа умершего якобы не верна. Зеркала закрывают. Зеркала закрывают, там, боятся нести гроб, чтобы не умереть тоже, и так далее. Это все относится к таким остаткам, суевериям язычества. И в том числе сами поминки, они действительно изначально были, пришли традиционно из языческого периода. Но для христианства они не греховные, если к ним правильно относятся. Это тот момент, когда вы вместе соберетесь, вспомните покойного... Помолитесь о его душе. ...помолившись о нем, и проведете это достойно. Это для вас. А для него от вас нужна только молитва Богу. Потому что ничего больше не может ему помочь и исправить. Только молитва. Потому что все, что он мог сделать в своей жизни, он уже сделал, и для него это уже черта. И теперь он надеется только на нас. Но не на поминки, а на нашу молитву. Спасибо большое. А два слова не дали сказать. Да, давайте, давайте. По поводу детей, это маленькие. У нас ведь они считаются имеющими право на заступничество за нас. И поэтому, совершая молитву за младенца, мы просим Всевышнего, чтобы он разрешил ему за нас заступиться, за нас, за грешников. А по поводу самоубийц, у нас считается человек грешный, но он воля Всевышнего захочет, накажет, захочет, простит. Но он не лишается права на заупоконную молитву. Не лишается. Спасибо. Нурислав Махакасимов, отец Василий Фестов, очень насыщенная программа. У нас уже нет времени. Уже, к сожалению. Мы уже перебрали. Еще есть вопросы. Да, есть, конечно. Ну, давайте продолжим, разовьем эту тему в одной из следующих передач. Почему бы и нет. Несмотря на то, что у нас сегодня такая тема, всем мы в конце все-таки хотим пожелать, чтобы мы жили долго, и наша жизнь была насыщена добрыми делами. Чтобы мы долго готовились к вечной жизни. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫ